Светлана Спивакова Светлана Спивакова Светлана Спивакова Для меня так лучше на сегодняшний день, потому что когда мы мало знаем себя, кто мы есть во Христе Иисусе, тогда мы хотим хвалиться своими делами. Что мы достигли, что мы приобрели, где мы работаем. А когда ты уже знаешь, кто ты есть, ты можешь просто называть своё имя и от этого наслаждаться, потому что в твоём имени всегда сокрыта частица Бога. Поэтому, когда я говорю «я Светлана», для меня это уже полнота того света, который Бог вложил внутрь меня. Тебя знают и как ведущую телевизионных программ. Как называлась программа и называется? Я думаю, этот ещё проект продолжается. «Рецепты женского счастья». Это был телевизионный проект, который мы снимали три года назад. И сейчас он не продолжается, но я со всех сторон получаю обратную связь, насколько он продолжает влиять на женщин. Мне нравится, когда мужчины ко мне подходят и говорят, когда идёт ваша передача, я включаю экран и свою жену направляю, чтобы она смотрела и слушала. Но это приятная обратная связь, потому что мы вообще этот проект создавали для светских женщин, для светского формата. И он случайно оказался на ТБН, и он стал любимым, любимой передачей. Я думаю, что в следующий раз уже снимать новый проект, но это будет немного другой формат. Замечательно. По формату нашей программы «Светлые гости на светлом радио» можно сказать, что это иногда лайф-стори, история жизни. Могла бы ты минутки за 4-5 рассказать о себе? Ну вообще у нас только события в жизни с мужем, с детьми, что за 4-5 минут, наверное, это просто как визитная карточка, что мы с мужем более 22 лет вместе. У нас была такая по светскому формату удивительная история знакомства и замужества, но по христианскому формату мы прошли все пути, которые я бы, наверное, ни одной девочке, ни одной дочери бы не пожелала. Мы родили пятерых детей, мы удочерили девочку, мы пережили две трагедии. И наш христианский путь, мы более 19 лет познали Иисуса и развиваемся на этом пути познания Бога. Мы пережили две трагедии. Наши две дочери на небесах. Одна у нас погибла в аварии, девочка. Вторая — это 2000 год был, когда мы на пике служения были. Вторая девочка, она родилась с аномалиями в развитии мозга, она была лишена мозга, центральная нервная система была очень нарушена. Она прожила 5 лет, научила нас верить, и она вернулась на небо. И, как я говорю, это ангел, который был в нашей жизни с одним крылом, который учил нас, как любить, как принимать, как, безусловно, отдавать. И она нас научила верить, поэтому я не говорю уже, что это окончательная трагедия, я говорю, что мы не потеряли их, а мы приобрели небо. Благодаря этим двум трагедиям мы приобрели небо, и я с радостью могу смотреть на небо и понимать, что мы уже в вечности живём, что это не будет когда-то там, где-то там. А мы уже сегодня, всё, что мы делаем, имеет отображение вечности на небе. Мы с мужем более 22 лет занимаемся бизнесом, и когда я пришла к Богу, я начала искать пути, эти законы, законы Царства Божьего, как они работают в сфере экономики. Потому что мы знаем, как развивать своё христианство в сфере церковного служения, но мы так мало знали, как развивать своё христианство во всех сферах жизни. На рабочем месте, в семье, в воспитании детей, во взаимоотношениях с мужем, когда приходят кризисы, когда женщине нужно проходить кризис мужа, например, 40-летний кризис мужчины такой знаменитый. Когда женщина взрослеет, и у неё происходят разные периоды в жизни, как ей проходить, как мужу проходить. И во всём этом мы продолжаем развивать предпринимательство с миссией, мы возглавляем с мужем христианское движение «Бизнес-миссии». И мы учимся, мы каждый день учимся, как строить с Богом всё вокруг. Слава Богу за тебя, за супруга. Я знаю, ты и блогер в интернете, много интересных зарисовок, каких-то комментариев, твоих мыслей по-разному. И политическая ситуация, и христианское служение, и, конечно же, семейная жизнь. Я так понимаю, что и твоя сейчас работа по бизнесу немножко отошла от, наверное, общего семейного дела, или каким-то образом ты больше отвечаешь за такое направление бизнеса, связанное со здоровьем, с красотой и сугубо женское? Да, когда я 10 лет назад поняла, кто я есть, вот моё призвание, избрание, я понимала, что Господь мне дал что-то в жизни пройти, это было связано с судьбой женщины. Наверное, не было ни одной такой сферы, которая я бы не прошла и не познала боли в каких-то трудностях. Поэтому, когда я начала задавать этот вопрос, кто я, Господь, ради чего я живу, ради кого я живу, я начала смотреть вот ту пустынную часть своей жизни, и я слышала этот голос, что в пустыне и спрятано твоё предназначение. Вот то, что ты проходила с болью, это может приносить радость другим, потому что ты приобрела эту радость от меня. И тогда я поняла, что это будет связано с женскими судьбами. И наступил такой момент, что мне всё равно было, чем заниматься, я точно знала, что это будет связано с женщинами, с их здоровьем и с их счастьем. Потому что я увидела, что когда женщина болеет, несчастны все вокруг. Потому что когда мама не может отдавать радость, когда у мамы боль, она превращается в нервные срывы, когда мама не может служить своей семье с радостью, это влияет на мужа. Тогда муж не может выстоять в каких-то битвах и духовных, и физических. Это влияет на детей, потому что раздражённая мама, она наносит раны неосознанно. И когда женщина несчастлива. Есть такая поговорка, счастливая женщина делает счастливых всех вокруг. Несчастная женщина делает несчастных всех вокруг. Поэтому я занялась бизнесом, но я считаю, что это для меня не бизнес, это служение. И я всего лишь взяла инструмент, это сеть фитнес-клубов, международная сеть фитнес-клубов FitCurse, которая помогает женщинам приобретать силу быть здоровыми и счастливыми. И у нас такая миссия в нашем женском движении, мы возвращаем Божий дар быть женщиной. И то служение, чем я занимаюсь, я помогаю женщинам осознать, во-первых, бизнес — это инструмент. Это не может быть самоцелью. Наверное, во всём христианстве нам нужно осознать, что Бог вручает в нашей жизни разные инструменты, благодаря которым мы можем приносить изменения в этот мир. Мы можем возвращать достоинства, мы можем приносить Божью любовь, быть ответом на всякие нужды, которые вокруг, слышать боль других и искать ответы. И вот когда мы служим вот так, то любой бизнес, он превращается действительно в служение. И вот для меня бизнес — это служение, это территория преобразования сердец женщин, это территория преобразования их мышления, их убеждений, их привычек. К сожалению, мы не приучены, как следить за собой так, чтобы оставаться здоровой после 35 лет. Потому что до 35 лет у тебя полно энергии, ты можешь всё, а после 35 лет ты вдруг начинаешь осознавать, что у тебя какие-то органы есть, что что-то начинает болеть, какой-то дисбаланс. Мы поправляемся, мы перестаём ухаживать за собой. И в какой-то момент, подходя к зеркалу, мы начинаем себя ненавидеть. И более смело это озвучивают. А те, которые научились это прятать, они в тайной комнате себя обзывают всячески, но так и не понимают самого главного, что если ты женщина, значит, ты уже удивительный, прекрасный дар. Так вот моё служение — помочь женщине это осознать и вернуть вот этот дар этому миру, чтобы этот мир изменился и стал прекрасным, потому что женщина раскрывается во всех гранях. Замечательно. Мой следующий вопрос, он будет связан с твоими клубами. Для каких женщин вы служите и работаете? Для женщин, имеющих семьи, ну, как-то перечисли, кто это? Потому что, почему я спрашиваю, у вас во всех клубах есть график работы, который неудобен. Для той женщины, которая работает 5 дней в неделю, зарабатывает, наверное, деньги, или имеет какую-то ответственность, и она не может в будни вырваться. Но с удовольствием бы пришла к вам в субботний вечер, когда она до обеда сделает все свои домашние дела. И в воскресенье она с удовольствием придёт, позанимается, увидит улыбки ваших сотрудников, прочтёт замечательные цитаты, афоризмы, которыми украшаете залы, где проходят тренировки. Вы знаете, спасибо за этот вопрос, Галина. Это очень хороший вопрос, нам часто клиенты задают его, и это повод нам рассказать о наших ценностях. Но прежде всего мы каждую женщину хотим повернуть лицом к своей семье. Потому что, к сожалению, в славянской культуре, на постсоветском пространстве, сложилась такая тенденция, что мы, женщины, убегаем из дому. Да, мы мамы, мы это знаем, и для нас это порой как тягарь. Да, мы думаем, что школы и садики лучше воспитают. Да, мы жёны, но это ещё хуже для нас порой кажется. И для нас дом — это не место реализации каких-то граней. Для нас дом превратился в территорию, где мы никто и ничто. Поэтому нам кажется, что где-то мы реализуемся. И вот таким, скажем, небольшим ходом мы поворачиваем сердце женщины и говорим, что воскресенье — это вообще семейный день. Пойдите вместе в церковь, сходите, помолитесь, проведите вместе время. Что это седьмой день, который сотворил Бог для того, чтобы вы отделились друг для друга, чтобы вы развили культуру в семье, что седьмой день мы проводим вместе время, друг с другом и с Богом, с друзьями. Субботу почему мы выбрали такой день, что мы только полдня работаем? Потому что как раз вот в субботу женщина, она с утра заботится о своём здоровье, и возвращаясь домой в субботу, она может, у неё есть ещё полдня, позаботиться о том, чтобы в воскресенье уже ничего не делать. И в воскресенье посвятить время своей семье и себе. Днём, как мы работаем в течение недели, мы специально выделили обеденное время для перерыва. Мы работаем с 7 утра в основном в большинстве клубов и работаем до 9 вечера. Женщина всегда перед работой может прийти на тренировку и уже с повышенным уровнем энергии, творчества, энтузиазма приходить на работу и работать на высоком уровне энергии. И возвращаясь с работы, уставшая, порой замученная, она заходит к нам в клуб, и она во время тренировки может сбросить все стрессы и возвращаться домой уже радостной. Кстати, нам очень многие женщины рассказывают, что когда они приходят домой, и они не сходили на тренировку, им дети говорят или муж, а ты была на тренировке? Нет, оно и видно. Вот наше выражение лица, когда мы в стрессе, по нам видно, что мы не радость домой возвращаем, а мы приносим стресс. Именно поэтому мы сделали акцент, чтобы работать до рабочего времени и после рабочего времени. А в обед не всегда полезно тренироваться, полезно покушать. А на Светлом Радио продолжается программа. Программа «Светлые гости» на Светлом Радио. И у нас в гостях Светлана Спивакова. Радио у нас интерактивное. Десять лет мы помогаем нашим слушателям разобраться во многих вопросах и узнать истину, которая в Библии, которая от Господа, дарована детям своим. И сегодня, например, у нас, Светлана, была тема очень интересная. Тема звучала так. Вы оказались на необитаемом острове, и ваши дни подходят к концу, и вы чувствуете, что вам нужно написать письмо для тех, кто когда-то найдет этот остров, увидит эту бутылку с запиской. И что бы вы оставили в этом тексте? Какие слова, какое пожелание тому неведомому человеку, может быть, он и русского, и украинского и знать не будет, ну, кто-то ж переведет, и кто-то когда-то прочтет это. Что бы это было от вас? Ну, вы знаете, не хочется говорить, как в анекдоте, про белочку, да? Мы все знаем, что это Иисус, но так на белочку похоже. Правильный ответ. Да, да. Мы, конечно, любой христианин, он скажет, я бы написала об Иисусе. Но вы знаете, на протяжении 20 лет я нахожусь больше не посреди верующих людей, христовых людей. Я считаю, что все верующие, потому что за всех Иисус умер. Только не все еще озвучили своими устами и сердцем, что Иисус Спаситель. Поэтому я на светских людей смотрю через призму, что еще не наступило их время. Либо мы еще не открыли так Христа, чтобы они Его узрили в нас и захотели следовать за Ним. Поэтому в этом письме я бы написала то, какой диалог я веду со светской молодежью, например, или со светскими женщинами, что их интересует, о чем им болит, вот в каком поиске они находятся. И я бы говорила, наверное, в их дух о их призвании, о их уникальности как Личности. Что самое большое благословение для всех вокруг — это когда ты раскрываешь свой дар, свой потенциал, когда ты начинаешь сиять дарами, талантами. Потому что когда ты вдруг касаешься глубины своего сердца, своего духа, своего призвания, вот в призвании запечатан Бог. Потому что когда мы приходим и говорим о Боге кому-то, они ставят свою стену и говорят, меня это не интересует. У меня проблемы как бы выжить, где бы работу найти, чтобы мне зарплату заплатили, и как мне мужа вернуть, или как мне выйти замуж. И когда мы их приглашаем в церковь или говорим об Иисусе, они не понимают, о чем мы говорим. Но я заметила, что сейчас так мир нуждается в том, чтобы вернуть достоинство человеку. Достоинство возвращает то, когда мы начинаем распечатывать их в судьбу. И вот когда мы распечатываем судьбу, и они начинают искать себя, они обязательно сталкиваются с Богом. И я уже столько раз замечала, вот у нас, например, обучение для тренеров. И мы обязательно вкрапливаем духовные вещи в обучение. Мы учим их профессионализму, но мы понимаем, что если мы им не поможем открыть духовную грань их жизни, то какими бы они профессионалами ни стали, они будут сталкиваться с духовными давлениями, они не смогут противостоять. И мы аккуратно их научаем, как молиться, отче наш. Потому что все знают эту молитву, но не все знают суть её. Мы открываем им грани их уникальностей и того, кто они как Личность. И вот я получаю обратную связь. И вот этот вопрос «Кто ты есть?» Множество людей мне говорят, вот когда я начала задавать вопрос «Кто я есть?» Ради чего я живу? Какой мой жизненный путь? Какая моя уникальная судьба? Вот ты начинаешь встречаться с Богом. Ты начинаешь переживать Дух Святой. Ты начинаешь искать. Ты начинаешь находить вот эти ответы внутри себя. И вот мне нравится такой вызов бросать. Такой вызов бросать этому миру, молодёжи, женщинам. Вот этот уникальный вопрос. То, что Иисус спросил своих учеников «А за кого вы меня почитаете?» Вот за кого мы почитаем Бога внутри нас? Вот я, наверное, бы вокруг этого вопрос задала. И, конечно, бы сказала, раскрыть своё призвание очень просто. Как один, два, три. Ищите Господа. Да. Первое. Спросите Иисуса, спросите Творца. Кто вы есть? Второе. Задайте вопрос «А ради кого и ради чего вы живёте?» И третий. Ответьте себе на вопрос «Какие дары, таланты и способности в вас вложил Творец, чтобы этим вы могли служить и этим жить и наслаждаться?» Замечательно. Ну, жалко, мы не получили текста начитанного, и, может быть, мы записали его. Но очень хорошо вы ответили. Спасибо, Светлана. Светлана Спивакова у нас на Светлом радио. И я хочу насчёт призвания. Призвание быть женой. Что-то, есть это дар или нет? Все ли могут быть хорошей женой? Какие секреты семейного счастья? Я знаю, что вот в ваших блогах, в ваших статьях и в тех обучениях, которые у вас есть с женщинами, с сёстрами, с девушками. За 22 года супружества, когда ты проходишь разные периоды и радости, и печали, и кризисов, и когда ты на грани разводов, и у тебя нет сил больше дальше строить семью, и тебе кажется, что всё легче оставить, всё, чем созидать, вот, наверное, тогда и рождаются вот эти секреты, личные секреты, как пройти трудности, как не смотреть на то, что, возможно, у мужа сейчас какой-то трудный период. Есть же разное на протяжении семейной жизни, есть мы теряем работу, мы теряем надежду, мы теряем видение. Я всегда говорю женщины, берегите видение мужа, потому что когда мужчина теряет видение на свою жизнь, куда он ведёт семью, когда он теряет стратегию, как достигать этих целей, всё, он в какой-то момент ломается, и восстановить мужчину потом очень сложно. Поэтому легче сберечь, вот легче устроить в доме такую атмосферу, чтобы он с радостью возвращался домой. И, конечно, когда мы говорим о супружестве, о жене, для меня это сейчас большая боль и вызов. Потому что когда ты смотришь вокруг, как ослабевает вера, как ослабевает любовь в семьях, когда ты видишь те, которые были верными, те, которые прошли какие-то самые трудные моменты, а сдались, сломались в более таких, когда можно было всё решить, когда ты видишь вокруг разводы и в мире, и мы видим в христианстве эти вызовы, эти проблемы, у меня болит. У меня болит, потому что я смотрю, что мы, женщины, мы потеряли мудрость. Мы потеряли мудрость. Возможно, мы её и не приобретали, и не накапливали, как масло, как мудростью устроять свой дом. Мы потеряли это понимание и призвание, а кто же такая жена. Мы все сейчас боремся за то, чтобы утвердиться как личности. Но в нашей личности есть разные грани, разные роли. Если ты упускаешь сферу семьи, ты нигде счастливой не будешь. Конечно, если ты только занимаешься семьёй и не развиваешься, ты тоже счастливой не будешь. Но семья — это та территория, где ты наследие формируешь. И наследие для своих детей. Потому что сыновьям ты показываешь, кто такая женщина. Дочь ты учишь, что значит мудростью устроять дом, что значит созидать свой дом. Для мужа ты та помощница, которая делаешь его совершенным. Потому что Бог сотворил Еву и дал Адаму, он взял от него и присоединил к нему, чтобы жена помогла мужу раскрыться во всей полноте и достигать совершенства. Потому что Иисус сказал, где двое становятся одним целым, там полнота Христа. И поэтому, когда я вижу, как женщины отрываются от мужей, и когда появилось такое учение, что у каждого своё призвание. У мужчины своё призвание, у женщины своё призвание. Конечно, частично так. Потому что то призвание, которое на женщине, оно не может быть на мужчине. Но если мы думаем, что наше призвание — это оторваться от мужа и где-то отдельно реализовываться, так вот здесь первый корень, который утаивается. Если ты с этим не разберёшься, то рано или поздно ты сядешь за стол общий, общий, обеденный, вы будете смотреть друг на друга, и вы будете понимать, что вы чужие, у вас нет общих ценностей, общих интересов, дети выросли, вас ничего уже не соединяет, не объединяет. Поэтому, когда мужчина и женщина соединяются вместе, я больше стою на принципе, что у них всё должно быть общее. Общее видение, общая стратегия. Могут быть разные зоны ответственности, разные роли, разные способности, разные функции. Но одно дело — и семья — это дело. Вот его нужно созидать, развивать. Вот как мы организовываем в бизнесе всё. Точно так в семье нужно планировать относительно видения. Нужно организовывать всё, чтобы ни одно звено не порвалось. Нужно анализировать, что хорошо работает, что созидается в семье, что разрушает семью. Контролировать разные сферы. Потому что куда ты не обращаешь свой взор, то ты не замечаешь, как горькие семечки там начинают появляться. И, конечно, строить взаимоотношения — это целая наука. Но Иисус нам все принципы показал. И когда мы выходим замуж, мы такие амбициозные, мы всё время думаем, мы вроде бы как влюблённые, вроде бы как готовы всё отдать ради любимого, но не понимаем самого элементарного. А что нужно мужчине? А что нужно мужчине, Светлане? Ему самое важное — уважение и почтение. Только не так, как мы понимаем. Вот когда у меня муж проходил кризис 8-10 лет назад, вы знаете, когда мужчины проходят кризисы, вот женщинам нужно вооружаться. Женщина в этот момент должна порой стиснуть зубы и очень многое пересмотреть. Потому что либо этот кризис затянется и потом закончится разводом семьи, либо женщина наберётся мудрости и будет устроять в этот момент дом так, чтобы мужчина быстрее восстановился. И когда я говорю уважение и почтение, это не так, как мы себе предполагаем. Я разбиралась в элементарном. Когда у нас уже была тупиковая точка такая, я благодарна очень нашему другу Стиву Веберу, мы пошли к нему, потому что мы уже были на грани развода. Всё, на нас уже, когда эмоции зашкаливают, ты уже не думаешь, что христиан, что ты христианин, что ты будешь говорить миру. Когда тебе болит, тебе всё равно, кто что о тебе думает. И спасибо, что есть такие люди. У каждого из нас есть такие люди, к кому ты можешь прийти и вот выложить на стол все свои боли, на это со стороны посмотреть, услышать третью сторону, вразумиться и начать строить по-новому. Вот мы тогда услышали Стива, он нам ничего нового не сказал. Он мне просто сказал, «Светочка, научись уважать и почитать не так, как ты понимаешь, а так, как Глебу нужно. Глеб, научись любить свою жену не так, как ты понимаешь, а как она нуждается. И задайте себе эти вопросы». И вот после этого мы начали встречаться с Глебом на нейтральной территории, потому что дома всё напоминает, что не так. Назначать себе свидание и просто говорить друг с другом. И я просто задавала вопрос, «Глеб, вот при каких ситуациях ты видишь, что я тебя уважаю? Вот какие мои поступки показывают тебе, что я тебя уважаю, а какие поступки показывают, что нет? Какие мои слова выражают почтение и уважение, а какие, наоборот, наносят тебе раны?» И точно такие вопросы он мне задавал. «Какие мои действия показывают тебе, что я тебя люблю? А какие, что я к тебе равнодушен?» И у меня появился список из 30 пунктов. Кстати, на моём блоге imwoman.org там есть весь этот список. И знаете, элементарно. Вот сейчас я над этим смеюсь. И тогда мне было непонятно. Например, когда звонит муж, и я не поднимаю трубку. Для него, оказывается, это не уважение. Это значит, что для меня кто-то важнее есть, чем он. Или когда, например, он хочет со мной поговорить, а я затылком с ним разговариваю. Но мы же, женщины, несколько мыслей можем. Мы можем по телефону говорить, ребёнку указывать, ещё и мужу что-то говорить, что он должен сделать. Что смотреть в глаза, когда он с тобой разговаривает, это очень ценно и важно для него. А не просто сквозь зубы бросать реплику. И вот эти элементарные вещи, которые я не обращала на них внимания, но я их начала делать. И в какой-то момент я заметила, что он начал делать по отношению к ним, ко мне прилагать усилия и тоже делать те действия, которые мне говорят о любви. Вот так наши взаимоотношения восстановились. Но именно в тот период я начала разбираться, а в чём роль жены. В чём же моя роль женщины как жены. И я действительно поняла, что я та помощница, тот партнёр, который не сверху, как Еве захотелось скусить яблочко и стать сверху. Не та, которая снизу, как нам религия говорит, да женщина домолчит, и это нам досталось от фарисеев, и никак мы это изменить не можем. Но вот та роль Евы, как помощница, которая равна и равна, у два партнёра, которые вместе должны управлять своим эдемским садом, вместе владычествовать, вместе наполнять землю, вместе рождать идеи, осуществлять идеи. И вот это самая важная роль женщины как жены. У меня вопрос такой вот прям личный. А что бы ты посоветовала? Вот эфирной христианской радиостанции, как бы ты делала радио, которое должно нести Божью любовь, должно приносить людям Божье слово? Вот если бы тебе поручили, как ты думаешь, каким оно должно было быть? Какой бы радио ты слушала? Вот такая наша радио, радиный блок. Если мы говорим, что это радио для христиан, то, конечно, нам нужно учить, учить христианство, как жить во всех сферах жизни и как проявлять Христа. Как быть этим светом и как нести эти светлые взаимоотношения с этим миром, не отворачиваться от этого мира, а быть ответом на нужду. Как созидаться, как развиваться, раскрываться, потому что весь тот потенциал Божий, который есть, если мы его не раскроем, то как мир узнает о Боге? Как он его увидит в наших гранях, вот в тех талантах и дарах, которые Бог заложил внутрь нас. Поэтому учить развиваться, раскрываться как личностям, быть великолепными профессионалами на своих рабочих местах, любое рабочее место превратить в служение, в священное действие, распространять Царство Божье. Иисус сказал, идите и учите народы, крестя их во имя Иисуса Христа. Так вот, чему мы можем научить народы? Нам самим нужно учиться. Если говорить о том, что мы хотим, чтобы светские люди также слушали радио, тогда мы должны знать их нужды. Я вспоминаю всегда картину самаритянки. Иисус знал, что она не придет в синагогу. Самаритяне не ходят, плюс она была женщина, которая поменяла пятерых мужей. Он знал, что она не приходит, но он знал, что она каждый день приходит за водой. Вот где бы Иисус сегодня был? Вот где бы Иисус сегодня самаритянок встречал? О каких темах бы Он говорил? Какие проблемы сегодня волнуют людей? И они ищут ответов, потому что Бог открывается тогда, когда есть нужда. И когда ты начинаешь искать ответы, Он открывает свое имя, свою сущность. И тогда люди встречаются с Богом и говорят, вау, я встретилась с Богом. Вот точно так. Этот мир, Он стенает и плачет, и ожидает наших откровений. Но откровение не о церковной жизни, как хорошо у нас в церкви, а откровение о том, кто они есть и кто Христос для них, как ответ. Поэтому нам нужно знать нужды людей, потому что их нужды сейчас в сфере экономики, как выжить, как чего-то достичь, как раскрыться. И вот возможно делать такие блоки, где вы приглашаете профессионалов, которые учат и призванию, и избранию, и видению, как находить видение, и как культуру царства насаждать, то есть как ценности развивать, как строить семью, потому что мир нуждается в том, чтобы кто-то учил их, как созидать семью. И знаете, я всегда задаю женщинам вопрос, христианкам, скажите, пожалуйста, когда к вам в последний раз стояли в очередь соседки, чтобы просто вас попросить, научи меня, как ты мудростью устрояешь свой дом? Иисус сказал, идите и научите. Вот давайте задавать себе вопрос, а готов ли мир от нас учиться? Живём ли мы так, работаем ли мы так, что они готовы к нам стучать в дверь и просить, научи меня? И вот тогда, когда мы начинаем учить, они раскрывают для себя царя царей и Господа господствующего. И тогда они видят не наши добрые дела, они его прославляют в день посещения. Поэтому станьте ответом на нужды, которые есть в этом мире. Прекрасные помазанные слова Светланы Спиваковой для нас всех. И почему говорю для нас всех? Потому что наше радио это не только 10-12 человек команды, это волонтёры, это наши слушатели, партнёры. И я хочу на прощание, чтобы Светлана обратилась к нашим слушателям и пожелала им ещё из своего сердца полного любви, полного опыта, полного желания поделиться тем, что Бог открыл вам. Ну, Галина, прежде всего хочу вам сказать огромное спасибо, потому что вы делаете великое дело. Вот с простотой сердца, вот с этими сияющими глазами, с этой шикарной улыбкой, но вы позволяете Христу через вас служить. Вы знаете, когда мы говорим, ой, мы ничего не делаем, мы умоляем труд Христов. Это труд Христов в вас. Спасибо огромное, что вы отозвались на голос Божий. И когда, наверное, вы сказали, что повелишь мне делать, он вам сказал этим заниматься, что вы ответили на его волю. Спасибо огромное, потому что я получаю обратную связь с разных сторон. Очень многие люди слушают светлое радио. Очень многие. И находят многие подкрепления, утешения и утверждения. А слушателям я хочу сказать, вы знаете, у меня есть такое выражение, живи с любовью на все 101%. Вот пусть этот 1% сопровождается чудесами и знамениями Божьими. Вот раскрывайте Царство Божие на всяком месте. Вот любите людей, любви так недостаточно. Просто любите их за то, что они дети Божьи. Они наши сёстры и братья, даже если они ещё не озвучивают, что они Христовы. Живите так, чтобы ваша жизнь увлекала, вдохновляла других людей. И помните, что вы всегда ответ на чью-то нужду. Будьте ответом. И пусть всегда и во всём Христос будет узнаваем через каждого из нас во всех сферах нашей жизни. Любить, жить и радоваться, наверное, это то, что и может изменить этот мир. Спасибо вам огромное. Спасибо, Светлана. Спасибо за это общение. Друзья, ищите эту программу на нашем сайте, на канале YouTube. Мы благодарим вас за внимание, благодарим вас за любовь, поддержку Светлому радио. До новых встреч. Додаток Светлого радио Емануїл тепер є на App Store и Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів и планшетов, и Светле радио будет завжди поруч.